Национальный банк Беларуси не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования в этом году. Её уровень может опуститься до исторического минимума в 10%. Главный ориентир для Назбанка в принятии решения – уровень инфляции. Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз и не превысит 6%. К слову, в мае в Беларуси обновлён исторический минимум годовой инфляции – 4,4%. В Беларуси учредят до 100 грантов на обучение иностранцев с сентября следующего года. Соответствующий указ президента опубликован на национальном правовом интернет-портале. Иностранным студентам, получающим образование за счёт грантов, будет назначаться стипендия и выплачиваться на добавки к ней за успехи в учёбе, научной и общественной работе. Также им дадут жильё. Число иностранных граждан, которые получают в Беларуси высшее образование, выросло за последние 5 лет на 20%. Больше всего студентов из Туркменистана, на втором месте – россияне, на третьем – китайцы. Сегодня в Национальном историческом музее в рамках «Дни культуры Вьетнама» открылась тематическая выставка. В экспозиции – сотни произведений народных промыслов, керамика, изделия из ротанга, а также бамбуковые и лакокрасочные изделия. Также представлены национальные костюмы Вьетнама, среди них и традиционный наряд «Ао Зай». Это длинная шёлковая рубашка, которую носят на выпуск. В программе «Дни культуры» также выступления мастеров искусств презентуют и туристический потенциал Вьетнама.